Обряд в защиту участников спецоперации на Украине провели хакасские шаманы. Валерий Николаевич приступил к последним приготовлениям. С виду обычный местный житель, на самом деле старший шаман. Обряд провели по всем канонам в качестве подношения духом голова быка. Там еще кое-что заложено, я об этом говорить не буду. Кое-что есть там внутри, но сакрально. Здравствуйте, друзья. Питерский гопник вернулся в привычную среду обитания. Наш бизнес, наше производство, оно подросло уже. И оно благополучно сядет на подготовленную нашими партнерами почву. Ничего не изменится. А те, кто захочет завести какие-то товары люксус-класса, лакшери, они смогут это сделать, но будет для них чуть-чуть подороже. Но это те люди, которые и так ездили на 600-х Мерседесах. Вот я бы еще добавил барсетку, вот здесь вот под мышкой. Хотя нет, когда сидишь, барсетку надо ставить перед собой. Красный пиджак малиновый, обязательно, с золотой цепочкой, а то пацаны не поймут. И мобильный телефон Моторола, чтобы быстро решать все вопросы. А ну да, еще на таком большом экране грех не посмотреть бандитский Петербург. Что сказать, друзья? Можно, конечно, вытащить человека из питерской подворотни, но нельзя вытащить подворотню из человека. Посмотрите, похоже на корабле начинается бунт. В Приморье депутаты выступили против войны в Украине. От группы депутатов составлено следующее обращение президенту Российской Федерации. Здесь всем предложения. Уважаемый президент, позовите, минуляции. Обращаюсь к вам. Леонид Юрьевич. Группа депутатов законодательного собрания президента. Леонид Юрьевич, вы меня слышите? Несколько дней назад, в очередном заседании, в новом собрании, мы приняли комплекс мер в поддержке семьи военнослужащих погибших, получивших празднования в ходе военной операции. Мы понимаем, что если наша страна не прекратит военную операцию, то сирот в нашей стране станет еще больше. В ходе военной операции гибнут и становятся инвалидами молодые люди, которые могли бы принести огромную пользу нашей стране. Почти три месяца прошедшие снаряды... Леонид Юрьевич, раз мы обсуждаем, что военным путем достичь успеха невозможно. Продолжение военной операции приведет к неминулому увеличению количества погибших, когда на их военных случаях. Мы требуем немедленного вывода войск российских... Леонид Юрьевич, я вам делаю предупреждение. Мы требуем прекратить... Вы вышли из повестки из регламента. В соответствии... Леонид Юрьевич, нарушаете регламент, выступаете без разрешения председательства. Депутаты, Басюкевич, Почугов, Асустав, Шульга. Вы видите вообще с зала этого Шульгу. Все за аплодисменты. Кто хлопал? А ну вы видите всех из зала. Режим под угрозой. За те действия, которые, значит, на сегодняшний день порочат российскую армию и наших защитников, которые сегодня стоят в борьбе с нацизмом. Что об этом думать? И лишить его слова одного, второго там. Это, друзья, первый признак. Дальше молчаливых будет все меньше. Губернатор Дегтярев хвастается, как свободно сейчас живется в России. Я хочу вас поздравить с завершением очередной главы вашей жизни. Учеба в школе. Впереди у вас славные еще главы. Школьники в зале плачут, представляя, как тяжело дальше будет жить при Путине. Я хочу вас сориентировать на то, чтобы вы все успешно поступили туда, куда хотите. У нас свободная страна. Мы полностью убрали слово удерживать, закреплять. Каждый решает сам, где учиться, кого любить, где жить. Это очень важно. Свобода. Свобода – это когда мы разворовали всю страну, уничтожили промышленность, медицину, образование. Наши дети живут и учатся за границей. А вы тут, в этих руинах, как хотите, так и выживайте. Где хотите, лечитесь. Где хотите, работайте. Вот что такое свобода по Оруэлу. Это очень важно. Свобода. Особенно сегодня, в 21 веке. А сегодня, в 21 веке, в России рыбы живут свободнее, чем люди. Потому что нормальных, адекватных людей сажают, а рыбу, наоборот, отпускают. Потому что из-за санкций заводы, которые перерабатывают рыбу, стоят. Это Дальний Восток. 5 тысяч тонн красной рыбы, горбуши, отпускают обратно в море. Всем привет! Находимся на западном побережье. Вот такую красоту наблюдаем. Это красная рыба. В основном горбуша. Везде, везде, везде ее кишит. Весь небо. Здесь, предположительно, 500 тонн рыбы. Эту рыбу мы будем сейчас отпускать. Потому что ее не может переработать завод. То есть мы сюда вкладывали труды и так далее, силы. Все добились того, чего хотели. Думали, денег заработаем. Но завод с толковым. Приемщика нет. Чтобы рыба тут не залегла, мы ее будем отпускать. Слезы текут по глазам, но что же делать? Вот так вот. Наш бизнес, наше производство, оно подросло уже. И оно благополучно сядет на подготовленную нашими партнерами почву. Ничего не изменится. Решение о поддержке IT-отрасли, фундаментальное решение, очень важное, оно было принято мгновенно, как только появилась первая информация о том, что наши специалисты начали уезжать. Кстати, скажу вам, что сегодня по сим-картам мы видим, что 85% вернулись обратно. Это я так, для информации, я думаю, что вам будет это интересно. Импортозамещение. Процесс не быстрый, но цели всегда должны быть четкими. Тезисами импортозамещения, ответы на которые мы ищем, и Минпромторг, и все. Вот сейчас данный момент, когда понятно, что делать, почему необходимы наши интеллектуальные возможности, мощная промышленная кооперация в стране, у нас очень много промышленников правильных людей, промышленников правильных людей, промышленников правильных людей. Наше производство, оно подросло уже. Оно подросло уже. Субтитры создавал DimaTorzok